Единая неделя иммунизации проходит Тверской области. Цель проинформировать жителей региона о важности вакцинации от различных заболеваний. Акция продлится до 30 апреля. Подробности у нашего корреспондента. Доказано, что прививка наиболее эффективный и безопасный способ борьбы с инфекционными болезнями и их последствиями. Ведь в мире по-прежнему существует много инфекций, которые требуют постоянного внимания. В национальный календарь профилактических прививок занесены основные этапы вакцинации населения, начиная с рождения. Национальный календарь профилактических прививок включает в себя 14 инфекционных болезней. И таким образом мы прививаем на протяжении всего периода детства от этих заболеваний. Начиная с первых дней жизни и до школьного возраста. Детей прививают от туберкулеза, вирусного гепатита B, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка. Также актуальна вакцинация против полиомиелита и пневмококовой инфекции. Многие родители ответственно относятся к коммунизации детей. Постоянно по прививочному графику ходим, делаем эти прививки обязательно. Прививку делаем от полиомиелита. Мы проходим осмотр практически, что нет никаких противопоказаний. Но бывают случаи, когда родители отказываются прививать ребёнка, мотивируя это отсутствием каких-либо серьёзных инфекций. Однако предостерегать специалисты это суждение обманчиво. Мы периодически регистрируем случаи заболевания корью, случаи заболевания краснухой. Поэтому прививки должны выполняться своевременно. И мы сегодня с вами говорим о том, что не стоит отказываться от вакцинации детей. Пункты иммунизации работают во всех медучреждениях региона в штатном режиме. Вакцинация – проверенный способ избежать осложнений длительного лечения и опасных для здоровья последствий инфекций. В нашей поликлинике организованы дни вторника и четверг, дни здоровых детей. Когда родители с детками приходят на приём к участковому педиатру, педиатр проводит профосмотр и направляет на необходимую вакцину. Вакцина у нас делается с месячного возраста. Вакцина у нас в достаточном количестве. Она к нам поступает еженедельно. К слову, взрослым тоже не стоит забывать об иммунизации, говорят специалисты. Так каждые 10 лет взрослые должны ревакцинироваться от дифтерии и столбника. Другие прививки проводятся по эпидемическим показаниям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова